Всем привет! На российском рынке появилась новая модульная система FinSAP, о которой расскажет Илья Цветаев. Илья, привет! Всем привет! Меня зовут Илья Цветаев. Сегодня я хотел бы представить чешскую компанию FinSAP в три основных направления. Свет, подвески с крыльями и специальные крылья и подвески для любителей сайт-мам. Илья, вот расскажи, пожалуйста, о свете. Что я хотел рассказать, что интересно. Во-первых, как мы уже заметили, что FinSAP выпускает продукцию модульную, также и свет, и является модульной системой. То есть каждый может сделать свет тот, который ему необходим. То есть если вам нужны недолгие погружения на мордилах, светлых и теплых водах, вы можете применить короткую версию. Если вы погружаетесь в пещеры и занимаетесь низким даймингом, особо длинным погружением, вы можете использовать длинную версию. И если вы уже имеете какую-то свою канистру, то есть если у вас есть у вас своя канистра, вы просто покупаете даттор в голову и можете успешно использовать этот свет. Отлично. А мощности разные? Да. Эта линейка представлена тремя различными лампами мощностью 1300, 2000 и 3600. Мне очень понравилась лампа 2000, в которой можно изменять мощность света тремя положениями, поворотом по часовой съемке, где меняется мощность 100%, 50%, 20%. Очень удобно, как руками открытыми, когда вы найдете теплых водах, если вы используете сухие перчатки, сухие перчатки мы тоже очень удобно. Зарядка подсоединяется очень легко, как в длинную батарею, так и в короткую, просто в соединение. Вообще супер. И все издерживает. А что вот минимальный комплект, какой можно подобрать? Вот, например, если человек там хочет сэкономить, какой минимальный комплект можно собрать? Скажем, если вы хотите просто начать нырять, минимальный комплект, это будет короткая версия, то есть эта короткая версия вам позволит при использовании света 100% выходить под водой 2,5 часа. Ручка Гудмана, входит батарея, сама лампа, зарядка, смазка для колец. Хотел бы заметить, что их здесь два для безопасности. Так вот ключик для откручивания ручки Гудмана. И очень-очень интересная сумочка для перевозки ваших фонаря. Супер. Леон, занимаюсь данником уже 20 лет. И, наверное, как и вы, когда первый раз прошли свой опыт внутренний курс, пришли в магазин, посмотрели на прилавки, а там одно, второе, третье. Очень тяжело выбрать. Покупаете сначала одно, потом вас не устраивает, так как ваш уровень растет, вы покупаете другое. Покупаете рекреационное снаряжение, потом техническое, потом сайд-маунт, это, конечно, кошмар. Да. Вот, и компания ФИСАП предлагает новую систему. На базе одной подвески можно собрать и любителям, и технарям. Да, да, да. Для тех, кто только начал с виду погружения и погружается не глубоко, любит ездить на Мальдивы, Шишели, Канарские острова. И для тех, кто ныряет в Балтике, занимается экспедицией, каждый может себе подобрать правую подвеску. Отлично. А можно, да, подробнее тогда? У нас две подвески. Одна подвеска Комфорт, и вторая подвеска ДИЛ. Подвеска Комфорт предназначена для кого? В основном для начинающих и для тех, кто ныряет, скажем, в тонких костюмах. Для женщин, например. Для женщин. Очень подойдет к центру, где необходимо менять размеры на каждого своего студента, клиента. То есть она подойдет под все размеры, и для маленьких, и для больших. И спинки также, да, алюминиевые и стальные. Да, значит, спинка может быть алюминиевая. Скажем, вот для тех, кто путешествует, она будет очень удобна, алюминиевая спинка. Очень интересная деталь производства этих спинок. Все болты, которые используются, они сделаны на специальных пластиковых гаечках, то есть не дают гармонического эффекта. То есть это вот мягкая у нас спинка, да, присоединяется с помощью вот этих мягочек. Сидишь, когда присоединяется сюда. Так, ну а я что хочу сказать, что использовали мы комфортно, на самом деле, мне даже тоже удалось поплавать, и, в принципе, мне очень понравилось. Понравилась быстрая съемная грузовая система. У меня девушка ныряла, и груза мы присоединяли уже в воде. Это было очень удобно. И вообще одевали полностью скубу в воде, потому что у нее проблемы с позвоночником. И именно в этой системе удобство грузовой системы мне понравилось. И пряжка, на что я всегда обращаю внимание тоже, что пряжка надежная. Потому что некоторые фирмы-производители делают пряжки, которые можно в руках сломать. Вот это вот тоже здорово. А, еще что понравилось, мне вообще супер понравилось, потому что в основном везде это пластиковое крепление, а вот здесь металлическое. И вот это мне тоже, прям, я так была в восхищении, честно говоря. И думаю, что все должны уже перейти, конечно, на металлические крепления, когда вот регулируются по... А, совсем хорошо. Также для инструкторов будет очень интересна система грузов, которая может крепиться сюда на спинку. То есть, когда вы работаете с студентом, если вам надо моментально добавить груза, то есть она будет находиться здесь, вы открыли кармашки и закрыли. Да, ну и в принципе в балансе. И баланс, в принципе, для трима, для положительных этих грузов. Чтобы не мучиться, как обычно все крепят на баллон эти груза, на этот ремень, он теряет. Супер, да. Вот это хорошая тема. Да, и вот основной спинкой, которой я пользуюсь, это спинка диржец, которая выполнена из 2-х пищей стали. Также она может выполнить как и 3 мм, так и 6 мм. Здесь, в России, я использую 6 мм, тяжелые, чтобы убавить груза, которыми мне необходимо. А вот при поездках я использую 3 мм. Также очень хорошо сделано, очень хорошо обработаны края. Также в этой спинке используются пластиковые гайки, которые надежны и устраняют какой-либо галактический эффект. Защитная спинка-карман. Очень хорошо сделана, очень хорошо продуманная, так как защищает место парашки. Многие, кто использует свой костюм, имеют проблемы, что протирает именно в этом месте. То есть, да, защищает. Грузовый карман, да. Вот, они выполнены в двух цветах. То есть, в связи с того, как мы его выбираем, красный или черный, мы можем крепить на нашей спине, что позволит нам легко и быстро убавлять груза, как для себя, при подборке веса, если мы наряем первый раз, так же для наших студентов. Для дайв-центров очень подойдут эти системы. Очень хорошо, потому что удобно их использовать. Мы поговорили о подвесках. Давайте поговорим о крыльях. То есть, крылья. Они представлены в четырех размерах. Это 13, 17, 20 и 25. Эта цифра обозначает силу подъема. То есть, многие считают, что чем больше возьмут, тем лучше. Не старайтесь это делать. То есть, как мы говорили, что это модульная система. Если вы начали свои погружения, начали свой дайвинг, ныряйтесь одиночным баллоном, вы можете купить себе размер 17 или 13, в зависимости от величины баллона. И потом, как что-то вы начнете двигаться дальше, значит, нырять глубже, если будет необходима спаренная баллона, вы можете перевести другие крылья в размер 20 и 25. Все крылья выполнены из очень прочного материала на коду развития пищи. А скажи, он выгорает или нет? Некоторые комбинсаторы плавучести очень сильно выгорают. Но, на самом деле, это серьезно проблемно, потому что они через год уже выглядят... И особенно красный цвет. Да. Скажу так, проведя полгода на Мордивах, крыло находилось практически не то, что постоянно на солнце, но под сильным воздействием как солнца, соленой воды. Никаких намеков на то, что выгорает материал. Прекрасно. Двух инфлятор на одно инфляторное крылья, да? Без проблем. То есть, делайте заказ и устанавливается второй инфлятор. Без каких-то проблем. Также, если вы хотите нанести свое лого или сделать лого другого цвета, то это возможно. Без всяких проблем. То есть, для Дальф-центра, например, можно везде на каждом крыле сделать логотип. Лого для центра, да. Или, например, свое имя, то есть, свой никнейм какой-то. И я еще обратила внимание, что вот клапан стравливания на этих крыльях чуть сбоку. Я так понимаю, что это под спарку специально сделано. Есть ли возможность переместиться? Да, все правильно. Возможности производства очень большие. То есть, мы можем изменить цвет. То есть, можно как раз, черный, синий, зеленый. Установить те инфляторы, которые вам необходимы. Длина шланга, который вам необходима. Поставить клапан выпуска там, где вам интересно. Также сделать ту надпись, которая вам будет интересна. Да, ну мне понравилось, что инфлятор удобно ложится в руку, да, удобный. Кнопки удобно ходят. Он такой достаточно увесистый. И то, что он прорезиненный, а не пластиковый. Вот это мне понравилось. В течение полгода я использовал этот инфлятор как в холодных, так и в теплых водах. Никаких нареканий. Отлично. А где выполнен ММД? ММД Даля. О, отлично. Сайт-маунт. Очень интересный дизайн самой внутренней камеры. Это единственная компания, которая выпускает такой вид камеры. То есть, это так называемые 3D-изменения объема. То есть, видите, она глупо. Она не просто так вот шика по 3 метра, да. А именно сделана так, чтобы еще увеличить объем. То есть, объем камеры довольно-таки большой. Подъем на силу 23 килограмма. То есть, для тех, кто ныряет на сайт-маунтинг, как с одним балловом, так с 2-мя, так с 4-мя, будет достаточно. Палета. Крепится, предусмотрены крепления здесь на нижней части крыла. Также в комплект входит и крепление для фонаря, сайт-маунт фонаря. Металлические кольца на палете могут выполнить идеально. То есть, один из наших клиентов заказал сейчас круглые кольца горизонтальные. Ну да, для удобства крепления баллона. И также можно чуть удлинить, например. Конечно, именно эту металлическую часть можно изменить. И, в принципе, можно другую палету поставить сюда. Если мне это не нравится, у меня уже есть, я могу, допустим, поменять. Понятно. Мне, конечно, очень нравится форма, потому что здесь, получается, она так не разбивается под водой. А здесь, наоборот, получается правильный объем. И, соответственно, положение в воде уже будет у тебя лучше, да, более горизонтально легче добиваться нейтральной плавничести и идеального трима. Идеально тима. Мне очень понравилось, как крепятся груза. Вот здесь есть люверс. Грузовая система крепится непосредственно к спинке. Очень надежно. Мы только что хвалили прорезиненные инфляторные головы. В данном случае пластик. Почему пластик? Пластик, то есть сайдмаунт, элементы должны быть легкие. Трубка инфлятора ходит через гранат. И мы должны их крепить на противоположной стороне. То есть, если будет тяжелая инфляторная голова, он просто будет провисать очень тяжелый вес. Понятно. Это выпускает та же компания, что выпускала предыдущие инфляторы. Италия. Итальянские инфляторы. Клапана можно менять, как хотите. То есть, вы можете установить ваш инфлятор как наверху, как сбоку, как справа, как слива. Также поменять клапана сброса, сделать наверху, сбоку. Можно один вообще заглушить, да? Да, сделать контакт. Систему устраивания можете придумать, как хотите. Можете ее оставить здесь длинной. Можете укоротить, то есть, когда дотягиваешь это. Можете переместить инфлятор сюда, да? Да, на верхнюю точку. Да. Чтобы пользоваться как обычным инфлятором. Если это необходимо. Саймон, конечно, очень круто. Бладирующая, прям супер. Плавущая, сразу прям такая. И начинает тренировать. У всех все появляется. Да, да. Спасибо, Илья, за такой подробный отчет о компании FinSAP. И на самом деле, я уже приобрела и сайд-маунт, и подвеску с маленьким объемом крыла. И мы это используем. Мне очень нравится. Я уверен, вам понравится продукция FinSAP. Прежде чем сделать свой выбор, вы можете протестировать это оборудование. ДОСЦЕНТРОМ ОЛИДИ. Если вам понравилось наше видео, то подписывайтесь на наш канал. Не забывайте ставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых выпусках. А мы с вами увидимся в следующий раз. До скорой встречи. До скорой встречи.